Мир на земле. Им дышат поля и луга. На страже покоя и безопасности Родины бдительно стоят советские воины. Небо, отчизны охраняют войска противовоздушной обороны страны. Наш рассказ о боевом дежурстве экипажей одного из авиационных полков Ордена Ленина Московского округа ПВО. Прежде чем встать на вахту по охране неба, техники и механики, или как их еще называют самолетные доктора, тщательно проверяют надежность всех систем сверхзвуковых ракетоносцев. Военный летчик первого класса, капитан Филимендиков, принимает боевую машину. Вместе с ним заступает на вахту и старший рейтенант Терехов. Командный пункт. Отсюда идет управление дежурными экипажами. Локаторы. Своими невидимыми лучами они постоянно прощупывают небо. На боевое дежурство по охране воздушных рубежей нашей Родины, Союза Советских Социалистических Республик, заступить. Все, что создано народом, должно быть надежно защищено. Эти слова Леонида Ильича Брежнева всегда помнят советские воины. Для того, чтобы тут же уйти в небо на перехват противника, нужно иметь высокое мастерство, сильные нервы, физическую закалку и рядом друга, которого понимаешь с полуслова, которому веришь. Сейчас в небе много самолетов, однако опытный специалист видит, это свои. Но вот на экране радара сверкнула точка. Противник. Его координаты наносятся на планшет. Командир полка приказывает. Паре истребителей в воздух. Уточняется боевая задача. К 49-му курс 300. В небе у летчиков нет фамилий, только индексы. Небо любит краткость. Задача перехватчиков найти и остановить противника на заданном рубеже. К 49-му разворот на курс 120 градусов. Штурман наведения выводит сверхзвуковые ракетоносцы в тактически выгодное положение для атаки. Вижу цель. Атакуйте. Самолет условного противника поражен. Это была учебная тревога. Но если бы на месте радиоуправляемой учебной цели был реальный нарушитель воздушных границ, он был бы уничтожен. Меньше часа длился полет. Но как гигантские вместительны минуты, проведенные воздушными бойцами в кабинах сверхзвуковых истребителей. Дежурные летчики приземлили машины. А боевая учеба авиаторов продолжается. Редактор субтитров А.Семкин